МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После вечера время подробностей. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беглеца Захарченко тянет на десятки миллионов. Хрупкая ситуация. Так оценила нынешнюю обстановку на востоке Украины немецкий канцлер. Ангела Меркель признает, путь к миру будет крайне сложным, особенно учитывая ситуацию возле Дебальцева. А глава МИД Германии Франк Вальтерштанмайер считает необходимым продолжить выполнение минских договоренностей, а именно начать отводить тяжелую технику на Донбассе. Готовы ли украинские силовики к отводу тяжелых вооружений? И что происходит в районе Дебальцева? Сейчас это самая горячая точка. Там находится мой коллега Ярослав Кречко. Сейчас он на прямой связи со студией. Слава, здравствуй. Что по итогу? Режим тишины соблюдается ли он? Добрый вечер, Алексей. На Дебальцевском направлении сохраняется сейчас очень напряженная обстановка, практически под постоянным обстрелом Чернухина и Новогригорьевка. В самом Дебальцево сегодня прямым попаданием разрушено здание город-дела милиции. Раненых и погибших правоохранителей, к счастью, нет. Артиллерия террористов в этом районе не утихает. И вот звуки разрывов слышны уже в 15 километрах от Дебальцева. 112 обстрелов – это не показатель припинения огня. Поэтому пока что мы не готовы тяжкие оружия отводить. Хотя мы подготовили соответствующие майданчики. То есть мы готовы к этому. Но первое должно быть припинение огня. На жаль, пока что оно не произошло. У нас на пусту немного спокойнее. Но по кругу, в район Дебальцево, в сторону, в право, в лево от Дебальцево, точатся бои, артиллерия, чути, выстрелы, выбухи. Вот это слышите, как обстреливают сейчас наши позиции. По главной трассе с Артемовска на Дебальцево сейчас не проехать. Причем не только военной технике, но и гражданским машинам. Она заменована. В районе Логвиново, там, где захватились аппаратисты, точились бои, и они заменировали трассу. Получается, и простреливают любые машины, которые едут туда, они простреливают. Впрочем, это не значит, что наши военные находятся в так называемом котле. Возможность доставки продовольствия и боеприпасов есть с другими просевочными дорогами. Но и там прорываться приходится с боями, поэтому есть проблемы с эвакуацией раненых. Так, чтобы вывезти их неможливо, там были случаи, что сами как-то прорывались. На вчерашний день два грузовых автомобиля выезжали. С бойцами, которые звезды вышли, полями где-то выходили. Вывозили пораненых. Приблизно человек 50, возможно. Я еще добавлю, что несмотря на обстрелы наших позиций в районе Дебальцево, город находится под контролем украинской армии. Алексей. Слава, спасибо. Это был Ярослав Кречко с последними новостями из района Дебальцево. Кстати, туда, в район Дебальцево, сегодня не смогла попасть мониторинговая миссия ОБСЕ из-за обстрела боевиков. И все же в ОБСЕ считают, что в целом перемирие на Донбассе соблюдается. Понятно, что с некоторыми исключениями. Вот что нам рассказали в организации. Сегодня на выезды по Луганской и Донецкой областям отправились около 20 патрулей ОБСЕ. Подробный отчет будет поздно вечером. Ситуация меняется буквально каждый час, пока что мы не получили гарантий свободного передвижения от так называемой ДНР. И как мирная миссия, не могли рисковать людьми. На связи со студией Вениамин Трубачев. Мой коллега также находится в зоне АТО. Вениамин, здравствуй. Вот что ты можешь сказать о втором дне объявленного перемирия? Что ты увидел? Да, Алексей, сегодня мне удалось проехать по линии фронта. Вот в районе Светлодарска постоянно слышны взрывы. Там находится углегорская ТЭС. Боевики продолжают обстреливать на этом направлении позиции украинских военных. И частично стреляют и по жилым кварталам. Используют при этом артиллерию и грады. И вот военные говорят, что интенсивность обстрелов, конечно, уменьшилась. Но и тишины нет. Ну, ну, что так бывает, правда. Артиллерия, может, танки. Ну, вот в районе Светлодарска есть участки, которые не контролируют ни украинские военные, ни боевики. Это так называемая буферная зона. Последние дни военные фиксируют, что именно там активизировались диверсионные группы террористов. Участились вылазки малых диверсионных групп, которые обстреливают наши посты с подствольников, с гранатометов, с ручных, с минометов. И также тяжелые артиллерии они тоже используют. В районе Горловки сегодня днем было непривычно тихо. Позиции украинских войск обстреливались всего несколько раз из минометов. Боевики ведут огонь из терриконов. А вот накануне перемирия за день буквально боевики попали прямо в УАЗик. Он полностью выгорел их. И чудом боец, который находился за рулем, выжил. Он получил серьезное ранение. Сейчас два дня тихо, простреливают территорию свою. Пули летают, свистят, а так нормально все. Боевики не отводят тяжелое вооружение от линии фронта. Наоборот, украинские разведчики фиксируют, что террористы продолжают стягивать технику на передовую. Вот есть такая информация, что в районе Горловки была замечена колонна российских танков. Также боевики продолжают подвозить топливо и боеприпасы. Это перемирие было. Я как раз выступал президент наш Порошенко. И 15 минут... 12-15. Да, 12-15. 15 минут первого. И вот все вот такое перемирие. Также ночью боевики обстреляли Попасную. Использовали при этом грады и минометы. Несколько снарядов упало в центре города. Террористы в основном огонь вели по жилым кварталам. Есть там серьезные разрушения. Несколько домов полностью уничтожены. И отмечу, что боевики ежедневно обстреливали Попасную. Как до начала перемирия, так и после объявления перемирия. И вот сейчас украинская армия, в отличие от боевиков, прекратила вести огонь по позициям боевиков. Вот в Донецке сегодня было относительно тихо. В другом крупном городе, Луганске, тоже не слышно было взрывов. И люди спокойно там ходят по улицам, ездит общественный транспорт и работают некоторые магазины. Алексей. Мы, кстати, Веня, сейчас послушаем самих жителей Донецка и Луганска. Мы с ними созванивались сегодня. Это делаем уже на протяжении нескольких месяцев. Спасибо тебе за работу. Это был Вениамин Трубачев. Он работает в зоне АТО. Ну, а мы говорим о том, как прожили все же день жители оккупированных территорий. Давайте послушаем Эсперга Хуст. На связи Донецк и Луганск. В принципе, сегодня, вчера, ну, очень где-то далеко, очень далеко. Что-то было слышно, но, как же, по городу никаких таких серьезных ситуаций вроде как нет. Тихо. И Куйбышевский, там по Киевскому вроде как что-то по терминалу попадает. Но, как бы, там, где район Литки, то есть все более-менее тихо. Я вам скажу так. Я часто бываю за пределами оккупированной территории. То есть Запорожье, Днепропетровск, Киев. Могу сказать с 100% уверенностью, что здесь, в Донецке, все цены на 20-15% выше. Сейчас, пользуясь ситуацией, активно наживаются ЛНР-РЦ на перепродаже валют. Дело в том, что братская Россия, о которой так мечтают все поклонники ЛНР, запретила на российской территории, в приграничной зоне, обмен рублей на гривны. Что касается продовольственной политики, то ситуация медленно и уверенно ухудшается. Мясные продукты тоже очень дорогие. Мясо 130-140 гривен средним за килограмм. И то покупать у нас способность населения не позволяет в большинстве сам такие продукты покупать. Тихо два дня. Продукты есть. А то, что касается медикаментов, ну, собственно говоря, аптеки стоят фактически пустые. Ну, говорят, вот сердечники кто-то ходил, ничего не смогли, я бил себя в аптеке. Ну, никто не утихает. Дебальцево продолжает. Продолжение следует...